Всем привет! Я зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня мы разберем тему, что же делать, если волосы к вечеру уже жирные, если излишне сильно жирнится голова. Ну что ж, друзья, погнали! Когда речь заходит о жирных волосах, давайте разберемся, что сами волосы не потеют, не ожирнятся и, в принципе, ничего не делают. Это роговершая ткань. А вот здесь нас интересует, в первую очередь, кожа головы. Как вы все уже знаете, те, кто не знаете, напомню, кожа головы вырабатывает себум, кожное сало. Сало – это, в принципе, полезная штука. Оно защищает нашу кожу, оно защищает луковички наших волос, для того, чтобы они не выпадали, чтобы с кожи ничего плохого не было. Собственно, организм регулирует этот баланс. Также жир вырабатывается и на лице, и на теле. Это естественный процесс. Вот раздражение нам доставляет тогда, когда его становится очень много. Что же мы с этим можем сделать? Давайте для начала разберемся в причинах, почему волосы жирнятся. Ваша кожа излишне вырабатывает себум. Это может быть следствием, первое, вашей такой предрасположенности врожденной. Что вот изначально у вас такой вот обмен веществ, такой гормональный фон, такая кожа, что она излишне сильно жирнится. Но таких случаев довольно немного на самом деле. Второй момент, как я уже и сказал, это гормональный фон. При изменении гормонального фона кожа начинает менять свой, так сказать, не то что состав, а вот свой уровень жирности и меняет свой pH. Многие женщины знают, что, допустим, у них в зависимости от цикла меняется жирность кожи. Хотя и говорят о том, что да, никаким образом у нас жирность, допустим, на лице не может измениться. Может при изменении гормонального баланса. Третий момент, это определенные заболевания самой кожи, которые как раз и проявляются в жирности. Кожа таким образом нам сигнализирует, что с ней что-то не в порядке. Ну, условно говоря. И вот здесь, когда все это дело касается головы, с чем мы сталкиваемся? Я-то, понятное дело, лишен этого, так сказать, недостатка. Но, тем не менее, у многих парней это бывает. Первым делом волосы теряют объем. Потом у них ближе там к вечеру появляется неприятный запах. Они выглядят некрасиво, выглядят как сосульки. Они блестят. Это все, ну, очень непрезентабельно выглядит. Что делает большинство парней? Они начинают мыть голову чаще. Когда это перестает помогать, они идут и покупают себе что? Шампунь для жирных волос. До жирной кожи головы. И начинают намывать еще сильнее. Я видел ребят, которые покупали шампунь глубокой очистки, чтобы очищать. В чем здесь ключевая проблема? Вы здесь не устраняете изначальную проблему жирности кожи. Вы просто усиливаете воздействие павами и агрессивной среды. Вы все больше и больше снимаете себума. Ваш организм, на самом деле, думает не так. Он думает, каким образом? Вот я выработал, ну, пускай будет, один грамм сала. Выработал, не норм, все. Хлоп, его нет. Кожа сухая, он начинает вырабатывать опять, вырабатывать опять. И чем чаще и больше вы будете смывать это сало, тем больше ваш организм будет его вырабатывать. И поэтому вы попадаете в такую ловушку. Прежде чем мы начнем выяснять причины, по которым ваша кожа жирнится, вы можете сделать простой эксперимент. Многим моим клиентам это правда помогало, но нужно определенное терпение. И многие делали это, допустим, зимой, а кто-то наоборот летом, когда уезжал в отпуск. Я всегда советовал на месяц, на месяц, просто мыть голову водой, обычной водой. Да, это кажется жутким, да, вы не будете чувствовать вот это ощущение скрипа, да, вам будет казаться, что волосы склизкие, что вы их не промыли. И исключение составляет, если, конечно же, у вас там где-то работа связанная с пылью, там, ну, допустим, это завод, стройка, что-то такое, да, где вот много воздействия пыли, там водой редко можно обойтись, потому что не всегда эти частицы вымываются. Но тогда можно взять шампунь с нейтральным pH или, к примеру, просто тот же самый детский шампунь. Обычный детский шампунь, который будет максимально мягко вымывать кожу головы и не более того. И исключение составляют те шампуни, где есть силиконы, к примеру, зарубежные бренды некоторые, которые начинаются на Джонсонс, они любят, любят эту фишку, чтобы в детские шампуни добавлять силикон, чтобы родители смотрели, какие шелковистые волосики у моего малыша, вау-вау, как круто, и покупали его все больше и больше. Нам с вами силиконы не нужны, мы просто нормализуем всю кожу головы. Соответственно, если есть терпение и возможность, и условия позволяют, моем просто месяц голову водой. К чему это приводит? Если у вас было нарушение именно в связи с тем, что вы постоянно перемывали голову, и кожа головы просто жирнилась из-за внешнего воздействия, эта проблема уйдет. У вас нормализуется жировой обмен, у вас нормализуется pH, и вы, соответственно, получите факт того, что у вас голова будет не то что к вечеру в хорошем состоянии, а и на следующий день тоже вполне себе нормально выглядеть. Исключение составляют ребята, которые, допустим, активно занимаются каждый день спортом, и у них может возникнуть вопрос, что же делать? Мыть голову водой. Точно так же после тренировки. Пот – это не проблема. Пот – это не страшно, это естественно. И, соответственно, пот отлично смывается обычной водой. Для меня это было большим откровением. В свое время у меня были довольно сильные аллергические реакции. Начались, и потом я от них избавился. На палы, которые содержатся в гелях для душа, я пробовал разные антиаллергенные гели и все, что только угодно. И для дерматологического мыла. И все никак. У меня постоянно был дичайший зуд, кожу прям стягивало, я уже не знал, что делать. Я весь чесался после этих всех кремов, у меня краснило все после гелей, кремов. В итоге я просто плюнул на все, решил мыться просто водой. Я регулярно хожу в спортзал, моюсь водой, и на мое удивление, никакого запаха пота от меня не было после того, как я помылся обычной водой. То есть после занятий спортом я спокойно споласкивался водой, никакого запаха нет, нанес дезорант, нанес парфюм, и все. Ничего не изменилось. Я с тех пор практически перестал пользоваться гелями для душа, пока мы не выпустили свой. Вот свой гель для душа я безумно люблю, он для чувствительной кожи. Я его изначально, когда составляли формулу, я требовал, чтобы он был вот прям такой увлажняющий, чтобы не было зуда, он был успокаивающий. В итоге я получил тот продукт, который как раз и идеально получается. Если вы тоже испытываете подобные проблемы, то, кстати, с нашими продуктами можете ознакомиться по ссылочке в описании на маркетплейсе. Гели для душа, шампуни, кондиционеры, уходы за волосами, все это есть на маркетплейсе от нашего бренда, все проверено и создано реально с любовью, можете оценить отзывы. Так вот, друзья, вода отлично все смывает, и пот, и небольшую грязь, и жир, все отлично смывается водой, поэтому не переживаем. Идем дальше. Если же мы с вами по бескровному пути пошли, отказались от агрессивных шампуней и всего тому подобного, и итога никакого нет, мы все равно получаем очень грязные и жирные волосы, то я советую идти с этой проблемой в первую очередь к дерматологу, либо к трихологу, со словами, что у меня очень жирная кожа на голове, что мне делать? Как бы я вот не общался с разными косметологами в свое время, и они мне убеждали, что жирность кожи не зависит от организма, я убеждался в обратном. Собственно, может быть у вас нарушение гормонального баланса, может быть у вас недостаток каких-то микроэлементов, либо наоборот их избыток. Нужно сделать комплексный анализ организма, проблемы уходят. Я лечил очень долго проблемы с акне, с высыпаниями на коже, и хотя мне все косметологи убеждали в том, что это никак не связано с ЖКТ или с чем-то еще, как оказалось, все-таки организм довольно стройная такая система, очень сложная, где вылечив одно, у меня прошли проблемы с кожей, практически. И теперь я хотя бы знаю, почему у меня появляются те или иные высыпания. Так вот, друзья, дуем к врачу. Может возникнуть вопрос, что делать, если у меня жирные волосы, я пользуюсь укладочными средствами, как мне теперь эти укладочные средства смывать, если я не буду пользоваться шампунем? Ну, один месяц без укладки пережить можно. Вносить с собой расческу, аккуратно ты можешь спокойно расчесаться с помощью, да, той же самой расчесочки и фена, и потом в течение дня поддерживать свою укладку с помощью расчески в течение одного месяца это несложно. Плюсом можно использовать стайлинги типа морская соль. Морская соль – это стайлинг, который никаким образом не будет повредить, ничего не нарушит, он максимально безобидный и добавит вам объема, немножко фиксации для того, чтобы волосы чувствовали себя хорошо. Если же вы не хотите идти к врачу, не хотите заморачиваться со всеми подобными там экспериментами, то есть простой способ. Если вы пользуетесь укладочными средствами, выбирайте абсорбирующие и подсушивающие укладочные средства. Это, к примеру, та же самая соль. Это также может быть пудра. Пудра – это очень классное средство, которое барберы открыли для себя буквально пару лет назад, когда в моду пришли кропы. А вот универсалы пользовались пудрой очень давно, я с этим продуктом знакомый, я его очень сильно люблю. Почему? Пудра наносится на корень волоса, пудра его фиксирует, и пудра параллельно еще и является абсорбентом. Она таким обладает абсорбирующим эффектом, и молекул, вот эти гранулы пудры, когда они попадают, частички на вашу кожу, они начинают впитывать в себя жир. За счет этого достигается объем. Почему волосы теряют объем? Потому что вот торчит у вас волосы с кожи, он напитывается жиром, теряет вот эту жесткость, и хоп, и упал. Все, объем потерян. Соответственно, пудра, находясь возле корней, она впитывает этот жир в себя, и волос стоит, как и был. Вот в чем вся суть пудры. Также в пудру добавляют некоторые элементы, которые уже там, если на пряди нанести, подсклеивают их, за счет как раз абсорбента, за счет того, что забирают влагу из окружающей среды. Поэтому это отличный способ для тех, кто не хочет, допустим, заморачиваться и просто меняет стайлинг, и все, и особо сильно не парится. Если же вы не хотите менять стайлинг, если вы привыкли к глине, к пасте, к помаде, то уже, друзья, пора признать, что чудес на свете не бывает. Либо ходите с жирной головой, либо на месяц откажитесь от своего укладочного средства. Сложнейший выбор сделает лишь сильнейший. Ну, невозможно всем помочь так, чтобы все были довольны. Есть определенная логика, определенный смысл. Ничего не сделаешь. Если вы нанесете глину на основание волоса, на корни, то, по идее, по идее, большинство средств, они на водной основе. Если ваше средство на водной основе, оно должно смыться тем же самым потоком воды, спокойно раствориться. Но зачастую средств огромное количество, я не могу давать такой совет, потому что не знаю, какого его средства. Мы реально знаем бренды. Я знаю довольно один популярный бренд, который указывает, что у него средства на водной основе. Но у него, когда ты смотришь в состав, получается, что вода-то в составе есть, но она стоит на таком месте, что в большей степени это жировая основа. И то есть, как бы они заявляют, что эта основа-то водная. И вроде как-то да, но по факту жира больше, и основа все-таки жировая. И поэтому все такие, вау, какое крутое средство на водной основе, как классно фиксируют. Фиксируют, потому что оно же на самом деле жирное. И ничего более. Поэтому советовать такие вещи я не буду. Здесь уже каждый экспериментирует на свой страх и риск. Мне кажется, чтобы избавить себя от проблемы, которая будет с тобой всегда, можно отказаться от укладки. Ну, мне вообще легче всего рассуждать. Ну что ж, друзья, пишем комментарии, сталкивались ли вы с такой проблемой и как вы ее решили. Не забываем перейти по ссылочкам в описании на наш marketplace и на сайт с нашими барбершопами. Там на сайте barbarossa.top. Вы можете выбрать свой город, выбрать свой филиал, прийти к мастерам, получить 20% скидку на первый визит. Как наш, конечно же, подписчик, который подписался на канал. И уверяю, наши барберы спокойно расскажут вам, жирная ли у вас голова, нужно ли что-то делать, как укладываться. Смогут с вами пройти весь этот этап, подбирая вам нужную стрижку. Поэтому следите за своим внешним образом, подписывайтесь на канал и ставим палец вверх. До встречи в следующих выпусках.